В минувшую пятницу переночевать дома с семьями Ивановским инспектором ГИБДД не удалось, ведь нарушители правил дорожного движения не дремлют. На улице Дзержинского областного центра прошел обширный рейд по выявлению злостных нарушителей. Большинство остановленных автолюбителей вниманию инспекторов не обрадовались, но если нарушений нет, то для них это ночное рандеву продлится недолго. А вот этот водитель удостоился пристального внимания сотрудников дорожной полиции. Отсутствующий взгляд, замедленная реакция. Похоже на признаки алкогольного опьянения, но нет. Состояние алкогольного опьянения не установлено. То есть алкогольный человек трезвый. Молодой человек явно находится под действием наркотических препаратов. Шприц в его автомобиле подтверждает эту догадку. По словам инспекторов, в процессе общения выявить водителя под действием наркотиков не намного сложнее, чем пьяного. Если алкогольное опьянение, то у него будет, естественно, запах с полости рта соответствующий, невнятная речь, походка, опять же, манера поведения. При наркотическом опьянении признаки, в принципе, те же, за исключением запаха специфического. Но зрачки его не реагируют на свет, они находятся в определенном положении. То есть ни в темноте, ни на свету они никакой реакции не дают. Подозрительного водителя отправили на медицинское свидетельствование. В случае, если диагноз, который поставил ему инспектор, подтвердится, молодому человеку грозит серьезное наказание. Статья 12.8 Кодекса административных правонарушений предусматривает запрет управления транспортным следствием как в алкогольном, так и в наркотическом опьянении. То есть санкция будет одна и та же. Лишение от полутора до двух лет и штраф 30 тысяч рублей. Улов госавтоинспекторов в ту ночь составил один водитель под действием наркотиков, один под градусом, два случая управления авто без страховки и несколько автолюбителей, не пристегнутых ремнями безопасности. И пока водители позволяют себе так грубо пренебрегать правилами, дорожным полицейским предстоит еще не одна бессонная ночь. Наталья Романова, Андрей Семивулков, РТВ Иваново.